Мы рады тебя видеть. Я об этом мечтала, вы мои герои. О, Кэролин, спасибо, что пришла к нам на передачу. Никогда не забуду, как впервые услышал тебя в передаче Джеймса Робертсона. Но вживую это случилось на собрании, Джойс. Да. Огромная сцена, многотысячная толпа, и вот ты поднялась на сцену. Да. И я не знаю, чего ожидать. И на что это будет похоже. Когда ты заговорила и наклонился к Денису и сказал, я чувствую себя глупым. Я в жизни не встречал никого умнее. Ничего себе. А я думала, она ученая, она такая умная. И такая хрупкая, такая милая. Это редкое сочетание. Боже, как это мило. Я была изумлена. Но это правда. Это так мило. Глядя на вас, я изумляюсь вашему уму. Нет, ну правда, глядя на ваши книги, на вашу жизнь, это просто простит. Раз уж мы об этом заговорили, для меня характеристика «умный» — это не самая большая похвала. Мне часто говорят, «О, Рик, ты такой умный». Но я не хочу быть известен своим умом. Я рад, что мой интеллект развит, и мы об этом поговорим. Да. Я предпочитаю быть известным за свое сходство с Иисусом, нежели за свой ум. Можно быть умным, но не в ладах с головой. Ты совершенно прав. Можно быть человеком большого ума, но только обретая ум Христов, мы становимся поистине выдающимися людьми. Да. Славно бриллиант, которому придали форму. Не подскажешь, как это сделать? Я посвятила этому всю жизнь. Расскажи нам об этом. Я занимаюсь изучением когнитивной нейронауки. И что это значит? Я работала в области коммуникативной психологии, занималась изучением человеческого мозга и связанных с ним проблем. Мы наблюдаем за поведением человека, за тем, что он говорит, и затем стараемся стимулировать мозговую деятельность и корректировать работу мозга. Мы работаем с пациентами после сердечного приступа или паралича после автокатастрофы. Я специализировалась на различных поражениях мозга, работала с людьми с задержкой в развитии, с теми, чьи нормы поведения отличаются от общепринятых. Будучи верующими, мы наблюдаем связь между Библией и наукой. Вместе с тем я продолжала изучать когнитивную психологию, изучать работу мозга, мыслительную деятельность, на чем я специализируюсь. Я изучаю мыслительные процессы, науку о мышлении, как происходит формирование и смена мыслей, как обновить свой разум и все это с научной точки зрения. Я изучаю различные аспекты поведения, все то, чем занимается когнитивная наука. Будучи руководителем исследовательского проекта, я много времени уделила так называемым полевым исследованиям, то есть работая с людьми на предприятиях, в школах и в других целевых аудиториях, сопоставляя воедино и пытаясь понять принцип действия мозга. Что такое когнитивный? Когнитивное мышление — это мыслительные процессы, происходящие на уровне сознания. Например, сейчас мы действуем на уровне сознания и подсознания. Наш мозг двухуровневый. Когнитивное мышление — это ваше сознание во время бодрствования. Но есть еще и подсознание, которое функционирует круглые сутки. Оно никогда не спит. Ваше сознание действует, когда вы бодрствуете. Выходит, что на 99,9% вы — это ваше подсознание, а ваше сознание составляет только 1% вашей сущности. Ваше сознание — это малая часть вас, толкает вас на определенные слова и поступки. Но они формируются, накапливаются в подсознании. В Библии несколько раз упоминается, что Бог говорил с людьми во сне. Ваш мозг всегда работает. Постоянно работает. Даже во сне. Постоянно. И это удивительно, потому что в середине 80-х, когда я занималась научными исследованиями в научных кругах, это получило свое развитие. И я до сих пор считаю, что подсознание — это важнейшая составляющая человеческой природа. Все остальное не менее важно. Но все идет из подсознания. Многие ученые продолжают считать, что сознание важнее, потому что это наше мышление, наше восприятие. А я считаю, что подсознание задействовано куда больше. Написано, каковы мысли в сердце человека, таков и он. Как мы уже признали, Бог говорит через сны и видения. Учтите тот факт, что нами движет внутреннее побуждение. Мы говорим не просто так, как написано, если кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует. Это те мысли, которые стоят за поступками. Все это говорит о том, что подсознание намного важнее. Исследования идут в этом направлении. Но в 80-е годы и раньше сознание считалось главным хранилищем того, кто человек есть на самом деле. Теперь нам ясно, что подсознание формирует нашу сущность, что мы движимы под сознанием. Недавно у нас с женой был случай. У нас есть общая знакомая, которая пережила серьезное потрясение. Да. Сейчас она с Господом. Она потеряла память. Она поддерживала разговор, но в мыслях у нее была неразбериха. Она говорила об умерших, как о живых. Было видно, что она не вполне уверена, кто она и где находится. Она узнавала собеседника, но когда она говорила о Библии, библейские стихи лились из нее, словно она была запрограммирована. Мои соболезнования. Стихи лились из нее, из другой части ее существа. Когнитивное сознание. Да. Конечно. Она раньше изучала Библию? Да. Вот видите, это было в ее подсознании. Когда мы читаем Библию, запоминаем стихи из Писания, заучивая их наизусть, они оседают в глубинах нашего подсознания, а мозг — это его физическое выражение. Мозг является хранилищем плодов нашего мышления. Объем человеческого мозга составляет 3 с лишним миллиона лет, или 2,5 петабайта. Три с лишним миллиона лет в таком крошечном мозге. Три миллиона? Да. Три с лишним миллиона лет. Три с лишним миллиона. Что не лишено смысла, учитывая тот факт, что мы созданы по образу Божьему. Бытие 1, 26. Мы были созданы для общения с Ним. Вспомните Адама и Еву. Они прогуливались и общались с Богом. Он создал нас высокоинтеллектуальными, а точнее выдающимися людьми. Дал нам мудрость и способность общаться с Ним, способность мыслить и выбирать. Как мы знаем, они сделали неправильный выбор и утратили способность общаться с Богом. Но изначально это было задумано именно так. На небесах мы вернем себе эту способность. Кэролин, это напомнило мне место Писания, где говорится, что он может сделать несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем, действующей в нас силой. Действующей в нас силой, да, да. Поскольку я занимаюсь этим вопросом вот уже более 30 лет, и чем больше я его изучаю, тем больше понимаю силу разума. И то, как мы это недооцениваем и не понимаем. Но если мы этого не поймем и не распорядимся им, дьявол распорядится, на нас лежит огромная ответственность правильно использовать свой разум. Ты провела семинар для нашей церкви. Это замечательно. Спасибо, что вы с мужем приехали к нам. Спасибо, я рада, что приехала. Спасибо. Говоря о разуме, ты привела ряд примеров. Да. На семинаре ты говорила о том, что мысли могут быть токсичными, ядовитыми и здоровыми. Мы много чем занимались за то время, пока мы живем здесь, и нас часто спрашивают о планах на будущее. Чем займетесь? Что будете делать? Лет пять назад я начал отвечать, что мой самый главный проект — это мой разум. Это поразительно. И за последние пять лет я особое внимание уделяю обновлению разума, тому, чтобы привести мысли в порядок, чтобы хорошенько его отдраить. Обновление разума — это тяжкий труд. Да. И если вы не приведете в порядок свой разум, он построит вас. Лучше не скажешь. У этого явления нет национальности и границ. Этому подвержены все, без исключения. Мы разумные существа. Мы — дух, душа и тело. А душе — это и есть разум. Разум входит в понятие души. Дух, душа и тело. Это то, как Бог нас создал. Он дал нам жизнь. Он предоставил нам выбор и право выбора. В Библии много раз говорится о том, что у нас есть выбор. Самое главное, что он не просто призывает нас следовать за ним. Он говорит, изберите и пойти за мной. Он никого не заставляет. Это постоянный ежеминутный выбор. Мы каждый день выбираем, а значит мыслим, принимаем решения. Это мыслительные процессы, мы движимы своим разумом. Мы не во власти своего разума, но разум движет нами, помогая принять решение под водительством духа. Я понятно изъясняюсь? Решение принимается в разуме. Все начинается, когда мы выбираем следовать его плану, по его воле, по его замыслу. Его мысли не наши мысли. Или попадемся в сети падшего мира. Все идет из разума. Победа и поражение в разуме. Я верю, что обновление разума – это не опция. Это образ жизни. Это жизненно важное решение. Это продолжается всю жизнь. Вы через многое прошли, многого добились. Вы много знаете. Но, как вы сами сказали, это потрясающе. Для такого человека, как вы, сказать, что ваш разум – это ваш самый большой проект. Я полностью согласна, что... Дело в том, что знание не... Как я уже говорил, быть умным – это не самое главное. Нет. Есть много умных глупцов. Они в ловушке неверного мышления. При этом они пишут книги, читают лекции, а в голове – хаос. Безусловно. При этом ученый мир стремится отделить науку от Бога, что ненормально, потому что Бог создал науку. Это его инструменты и средства поклонения Богу. Когда видишь, что он создал, видишь красоту науки. В то же время ученые используют результаты исследований, которые служат уникальным свидетельством того, что сделал Бог, и как он нас сотворил. Уникальное сочетание химикатов и мозговой деятельности. А они пытаются объяснить это с точки зрения теории эволюции и большого взрыва. Вроде умные люди, а не видят очевидных, казалось бы, вещей. Как дети, ей-богу. Это поразительно. Как можно не увидеть искусный замысел за всем этим. Твоя задача заключается в изложении и осмыслении этих знаний. Если я правильно тебя поняла, и в подаче этих знаний ты уникален. В 4 главе к евреям говорится о том, что Божье Слово острее обоюдоострого меча. Оно проникает до разделения души и духа. Это очень интересный стих. Кажется, что душа и дух настолько тесно связаны, что только Божье Слово способно их разделить. Что ты об этом думаешь? Так оно и есть. Дело в том, что все без исключения люди три едины по своей природе. Как написано во 2 главе послания к римлянам, они на уровне подсознания знают, что Бог есть, что они создано прославлять Бога через причастие. Но когда человек не идет за Богом, не живет по Слову Божьему, не ведет христианский образ жизни, это признак того, что человек умом не признает того, что знает его дух. Таким образом, ваш ум управляет вашими поступками и телом, а дух бездействует. По-моему, Кеннет Коплетт как-то дал этому великолепное описание, когда поделился своим видением человека большого ума, но увядшего духа. Это было жалкое зрелище. Я увидела это несколько лет назад на одной конференции, и это врезалось мне в память. Я представляла нечто подобное. Можно быть высокоинтеллектуальным развитым человеком, но если дух человека не контролирует его ум, возникает дисгармония. Я наблюдаю это как в церквях, так и в отдельных верующих. Они терпят поражение, проявляя заботу о состоянии тела и души, а церковь и духовная жизнь идут как бы отдельно. Мы живем как существа, состоящие из двух частей. Вместо того, чтобы все три части работали как одно целое, мозг существует автономно, и мы повсюду видим результаты подобного автономного существования в самых разных проявлениях. Такое чувство, что человек выбирает между духовностью и интеллектом. Да. Не задумываясь о том, что это можно совместить, что можно быть духовным интеллектуалом, это не подлежит обсуждению, иначе и быть не может. Безусловно. Пытаясь их разделить, вы наносите себе вред. Исследуя человеческий мозг, мы получаем поистине шокирующие результаты. Ученые все время пытаются доказать, что Бога нет. Они ставят себе целью доказать, что нам не нужен Бог, что мы и сами знаем, кто мы и откуда. Каждый светский ученый преследует эту цель. Но стоит лишь признать тот факт, что мы не можем существовать без Бога. Например, когда Бог дает им знания, которые подтверждают то, о чем мы говорим, и если признать, что дух, душа и тело существуют отдельно, возникает проблема. Например, в человеческом мозге существуют определенные системы, которые управляются при помощи определенных процессов. Выходит, что нет ни одной обособленной системы. Они функционируют как одно целое. Если что-то одно не работает, нельзя этим пренебрегать. Подобная несогласованность способна нанести значительный вред. Взять хотя бы вашу знакомую. У нее перестали действовать некоторые функции мозга, что отразилось на ее поведении. Возникла ситуация, описанная в Ефесянам 4.16, когда все тело должно функционировать как одно целое, выполняя определенные функции. Это условия здорового роста. Тогда вы будете здоровы, у вас будет хорошее настроение, ваше тело будет расти здоровым. Я только что сослалась на отрывок из Библии. Это Ефесянам 4.16. Окажется, что я говорю научными терминами, потому что это то, что говорят ученые. Ученые утверждают, что если какая-то часть нашего мозга перестает функционировать, происходит разрыв сети. И вместо согласованной работы мозга, это как оркестр с дирижером, видна дисгармоничность. И вместо прекрасной музыки мы слышим какофонию. В результате у человека возникает депрессия, тревога, беспокойство. В ряде случаев это может привести к шизофрении. Кроме того, это может выражаться в раздвоении личности. Другими словами, все эти нарушения являются признаком дисгармонии между духом, душой и телом. То есть, когда мы живем под водительством духа, мы... То есть, Кэролайн, простите, получается, что мы созданы по образу Божьему, как ты говоришь, мы выдающиеся специалисты в области нейропластики. Да, и мы сами можем прооперировать и пересадить свой мозг. В то же время ты говоришь о дисгармонии в человеческом мозге. А как привести его в состояние гармонии? Мы можем обновить свой разум, мышление. Это самая потрясающая новость вкупе с тем, что вы не жертва биологии своего прошлого. Это потрясающе. Вы не жертва обстоятельств. Вы не жертва. Это самое главное, и мы это знаем. Мы знаем это в своем духе, интуитивно. Хотя то коммунистическое общество, в котором мы живем, этого не признает. Отчасти в силу того, что не обладает необходимым механизмом. А еще потому, что мы родились и получили воспитание в обществе, которое внушает, что ты жертва. Ты и жертва. Любая мировая философия, будь то гуманизм, атеизм, называйте как хотите, считает человека жертвой обстоятельств. И вам придется с этим смириться. Это упадничество. А как наше прошлое влияет на наш мозг? Ты что-то говорила о темных пятнах, о затемнении, о негативном мышлении. Как это происходит? Я поняла. Итак, как это происходит? В связке дух, душа и тело. Дух движет душой. А душа телом. Очевидно, что душа это наш разум. Душа это наш интеллект, воля и эмоции. Это то, что мы делаем. То, что происходит сейчас. Если бы мы умерли, мы бы лежали безжизненно. Тот факт, что мы взаимодействуем, означает наличие мозговой и духовной активности. Ее можно измерить. Специалисты по квантовой физике, изучающие работу мозга, могут софиксировать эту активность, эти сигналы, которые подает наш мозг. Существуют различные типы сигналов. Наше мышление генерирует жизнь в нашем мозге, синтезируя физические изменения в мозге. Наше мышление буквально активирует различные разновидности генов, которые составляют нашу ДНК. До активации они находятся в спячке. Ученые сделали революционное открытие. Если раньше считалось, что гены осуществляют контролирующую ведущую функцию, бог в генах, гены это наш бог, то в настоящее время один из ведущих специалистов в этой области пришел к выводу, что это выдумки, абсурд. Нонсенс. Он поступил опрометчиво, когда это признал, когда сделал это заявление, хотя он мог бы это опровергнуть. Для ученого мира это означает поражение. Другими словами, он утверждает, что гены это целый мир. Это удивительное открытие. Когда проводишь генетические исследования, видишь, как бог их создал и соединил воедино. Это невероятно. Это заставляет задуматься о Творце, вместо того, чтобы разбираться в том, откуда это взялось. Это только 3% генов. А ведь есть еще 97%, которые много лет считались мусорной ДНК. Только сейчас мы понимаем, что эти 97% не были мусорными ДНК. Бог никогда бы не создал мусор. Мы знаем, что это не мусор. Ученые назвали их мусорными ДНК. Теперь они поняли, что все, что мы говорим под управлением своего мозга, все это затем управляет остальными генами. Уму непостижимо. Существует целый пласт человеческой природы, генов, которые в будущем расскажут нам то, о чем мы и мечтать не могли. И, кстати, значительная часть исследований проводится в России. Поистине уникальных исследований. Таким образом, что происходит? Наша душа, это наш разум, наше мышление, эти те сигналы, которые можно изменить, изобразить при помощи электромагнитных волн и квантовой физики. Можно увидеть мысли на мониторе компьютера, которые генерируют изменения ДНК. ДНК можно сравнить с компьютером, но если компьютер выключен, он бесполезен. Гены – это компьютер, а наше мышление – это та кнопка, которая приводит его в действие, управляет компьютером. Гены необходимо включить, активировать. Сигналы из нашего мозга активируют гены. После активации они вырабатывают протеины. Выработка протеинов сопровождается сложными химическими процессами. Протеины составляют тело человека. Применительно к мозгу протеины формируют наши мысли, что является результатом деятельности мозга. Мыслительные процессы накапливаются в мозге, который является неотъемлемой частью человеческого тела. При этом объем памяти составляет 3 с лишним миллиона лет. Это пространство физической памяти. Для хранения мыслей. Получается, что мысли не просто вылетают и вылетают. Но это как-то выразилось. Да, мысли реальны. Их можно измерить, потрогать. Я могу показать снимки, на которых видно, что они имеют физическое воплощение. Они выглядят как деревья. Как я говорила, мозг состоит из нейронов. В мозге насчитывается 100 миллиардов нейронов. И это лишь 20% мозга. По краям нейрона располагаются отростки, как и у новогодней елки. Мы их выращиваем. Когда я говорю о том, что мы думаем и выбираем, и это становится тем сигналом, который заставляет вырабатываться протеины, активируя гены. И вырабатывая протеины, которые объединяются в группы, выращивают эти отростки. Итак, по краям нейрона располагаются отростки. Это наши мысли. Мы выращиваем мысли со скоростью 4 миллиарда действий в секунду. Каждый миг, пока мы бодрствуем. То есть, пока мы сидим и говорим, мы выращиваем мысли. Это поразительно. То есть, мысль — это не что-то, что входит и выходит. Это можно зафиксировать, только записав. Она у вас в голове. Удалось вам ее записать или нет? Даже сейчас, во время нашего разговора, мозг слышит слова и получает... Вернее, ваш разум. Я неправильно выразилась. В вашем разуме происходят мыслительные процессы. Вы выделяете какие-то из моих высказываний, что, в свою очередь, становится тем сигналом, который активирует гены. В процессе создаются протеины, отростки — временная память для хранения информации. Каждое произнесенное слово становится частью дерева. Наш разговор превратится в дерево. Мы выращиваем в своем мозге дерево этого разговора. Пока оно находится во временном состоянии. Это физическая субстанция в мозге, в той его части, которая носит название коры головного мозга. По виду это напоминает лес, где снаружи находятся верхушки деревьев, уходящие корнями внутрь. В дополнение к этому у вас существует вторая, резервная память. Сейчас ваш мозг из разрозненных деталей рисует большую картину. Происходит формирование отростков. Основное внимание уделяется составлению пазла из кусочков мозаики. В то же время в другой части мозга происходит запоминание той же информации, но от общего к частному. В левой части из деталей складывается картина, а в правой ее зеркальное отражение. Это зеркальное отражение того, что сейчас находится в коре головного мозга. В мозге это хранится как временный файл. Поступает новая информация, появляются новые отростки, чтобы мы запомнили, что было сказано. Что касается срока хранения временной информации, то, о чем мы сейчас говорим, будет храниться в мозге не более двух суток. А затем, если мы ей не воспользуемся, она денатурирует. Это означает, что протеины выйдут из организма, превратившись в тепловую энергию. Информацию необходимо упорядочить. Это займет 21 день. Это значит, что для того, чтобы наши зрители и слушатели могли извлечь пользу из полученной информации, они должны разобраться с этой информацией, думать об этом на протяжении 21 дня, когда произойдет усвоение. Мы с женой часто употребляем выражение «строить память». Можно и так сказать. И это правильно. Вы строите свою память, днем вы строите мысли, а ночью сортируете эти мысли. Говоря о мыслях, я имею в виду в том числе и память. Но я использую термин «мысли», потому что это научный термин, и Бог призывает нас пленять всякое помышление. А если их можно пленить, значит, это нечто материальное. Так и есть. Мысли реальны. Они являются неотъемливой частью мозга, влияя на наш мозг, на наше духовное развитие. Мы знаем, что дух управляет душой, а душа — телом. Но этот процесс имеет и обратный эффект в обратной последовательности. Наше время истекло. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Можно узнать, как пленять эти мысли? Да, конечно. А как это сделать? Не можете. Это просто. Я знаю, что у тебя есть примеры, которые мы бы хотели показать нашим зрителям. Как пленять свои мысли и управлять своим разумом, чтобы не дать воле эмоциям и не потерять рассудок? Конечно. Можно начинать? Нет. Об этом в другой раз. Да. И как важно принять свои мысли. Спасибо, что были с нами. Мы с Кэролайн скоро вернемся. Мы начнем с того, о чем говорили в прошлый раз. Мы говорили о мозге и о том, как он работает. Можно мне прочитать один стих? Пожалуйста. Вчера и сегодня ты говорила о том, что если мозг работает правильно, ты находишься в покое. Да. Но когда происходит сбой, тебя охватывает беспокойство, сердцебиение учащается. Да. Твой организм посылает сигналы, что что-то идет не так. Пока ты говорила, я размышлял о месте Писания, которым хочу поделиться. Это Филиппийцам 4.7. Павел пишет, «И мир Божий, который превыше всякого ума, который превыше всякого ума, соблюдет помышления ваши, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Слово «соблюдет», а в моей Библии оно переведено как «удержит». Это греческое слово, которое имеет только одно значение. Я люблю такие слова. Их нельзя ни с чем перепутать. Я тоже их люблю. Это греческое слово описывает стража, стоящего у входа в город. Он решает, кого впустить, а кого нет. Мотка. Он стоит на страже. И если он решит, что вы не принесете городу пользы, он вас не пропустит. Да. Но если он решит, что вы можете быть полезны для города, он отойдет с дороги и даст вам пройти. Павел употребил это слово. Он говорит, что мир Божий — это индикатор, и это страж, который оберегает нашу жизнь. И когда что-то плохое происходит, он пошлет вам сигнал. Он скажет, нет, это что-то не то. А если что-то хорошее, он подвинется и освободит путь. Я думал об этом, когда ты говорила. Это удивительное местописание. Ученые едва поспевают за Божьим Словом. Все научные открытия в очередной раз доказывают истинность этих слов. Это происходит именно так. С тех пор, как мне исполнилось 18, я каждый день цитирую этот стих. Вот этот? Этот и еще парочку. Я каждый день говорю, и мир Божий, который превыше всякого ума. Мы это не понимаем и должны просить у Святого Духа откровения об этом мире. Я обожаю эту аналогию. Это происходит именно так. Как я уже говорил, наши тела реагируют на токсичные мысли, точно так же, как на физическую боль. Если хотите, я покажу вам свои игрушки, которые я с собой принесла. Конечно. Ну, во-первых, это человеческий мозг. Очевидно, что есть некоторые отличия. Наш мозг размером с кулак. Он не такой большой, а это примерный размер вашего мозга. Период роста мозга составляет 18 лет. Это размер моего мозга? Это размер вашего мозга. Денис, как видишь, если сравнить мужской и женский мозг, мужской больше. Выходит, он размером с сердца? Да, почти. С сердца поменьше. То есть, по сути, ваш... Это, кстати, не значит, что вы умнее. Ум присущ вам обоим. Бог, это потрясающе, как он создал мужской и женский мозг. Я всегда так делаю. Посмотрите. Вот как это выглядит. Это женский и мужской мозг. Это очень... Джойс это обожает. Это не совсем так, но это способно развеселить аудиторию. Как видно, мужской мозг больше женского. Все дело в размере. По сути, это никак не связано. Ум не зависит от объема мозга. Ум зависит от того, как вы используете свой мозг, свой разум. Чем больше я думаю, вникая в суть вещей, не в спешки, которые диктуют современный ритм жизни и социальные сети, такие как Facebook, Twitter, все быстрее и быстрее, ни во что не вникая. У нас нет времени на то, чтобы поразмышлять над словом, чтобы вдумчиво прочитать книгу и тому подобное. Подобная практика ведет к возникновению дефицита мира и покоя в мозге и во всем организме. Мы об этом не задумываемся. А что это значит, вдумчиво? Когда я беру тот или иной принцип, и вместо того, чтобы прочитать об этом спешке, один раз перечитаю его снова и снова. Я закрываю глаза и размышляю об этом, спрашивая, отвечая, рассуждая, спрашивая, отвечая, рассуждая. В это время ваш мозг активизируется, вы анализируете. Святой Дух наставляет вас на всякую истину. Вы всецело полагаетесь на Бога, поступая по Псалму 45.11, где сказано «Остановитесь и познайте, что я Бог». В это время вы отключаетесь от внешнего мира, соединяясь с миром внутренним. В это время ваш мозг, его внутренняя часть достигает пика своего интеллектуального развития. Все процессы ускоряются, и все участки мозга, ответственные за память, активизируются. Включаются запоминания, эрудиция, способность к обучению. Одним словом, это блестящий ум. Кэролин, это только для избранных? Нет, это для всех. Человеческий мозг создан таким образом. Я встречала людей с поражением мозга в результате тяжелой травмы головы, с задержкой в развитии, с аутизмом. Все без исключения люди выдающегося ума. Да, жизнь порой преподносит нам сюрпризы, но острота ума и способность к глубокому мышлению это нормальное состояние. Это то, как он создал нас. По роду своей деятельности я много читаю, изучаю комментарии различных авторов. Сегодня редко встретишь книги такого масштаба. Я часто думаю о том, что эти люди были глубоко мыслящими людьми, но у них не было столько отвлечений, как у нас. Они были сосредоточены на своем занятии. Глубина их суждений поражает воображение. Рик, это нормально. Мы для этого созданы. Бог создал нас и наделил способностью среди огромного множества того, что он сотворил, остановить свой выбор и сосредоточиться на чем-то одном. Он создал нас людьми, способными на глубокие размышления. Но мир учит иначе. Нам говорят, что мало кто на такое способен, мало кто может достичь такого уровня. Я с тобой согласна. Мы живем во время, когда книги уже не несут в себе такой сути и глубины, как раньше. Когда информация воспринимается поверхностно, но это претит нашей природе. Это плохо влияет на мозги, вызывая осложнения, потому что мы созданы глубоко думающими людьми, и это продуцирует здоровье и гармонию в наш мозг. Мы обретаем мир. Мир Божий насыщает ваш мозг, активизируя мыслительные процессы. И те физические мысли, которые вы создаете, будут здоровыми, глубокими, ясными, влияя на ваше поведение. Кроме того, в мозге происходит процесс гетерирования. Так ночью во сне ваш мозг сортирует информацию. В мозге содержится большое количество глиальных клеток. Они составляют 80% мозга. Во сне они осуществляют функцию осмысления, что воздействует на вас и после пробуждения. Они сортируют созданные мысли. И если вы создаете плохие мысли, недостаточной глубины, они будут отсортированы и удалены во время сна. Потому что, если их не удалить, не вывести, токсичность мозга повысится, у вас будет переизбыток информации, вы не сможете функционировать на следующий день. Что это значит для поколения, живущего в социальных сетях? Мы все ими пользуемся. Но есть те, кто буквально живет в Фейсбуке, в Твиттере, постоянно что-то пишет. Играет в компьютерные игры, часами смотрит телевизор. Как это отражается? Потому что это целое поколение. Мы живем в период снижения интеллектуального развития. Уровень интеллекта человека еще никогда не был таким низким. Отчасти потому, что социальные сети, являясь эффективным инструментом общения, вызывают вредную зависимость. В настоящее время существует такой термин, как зависимость от социальных сетей. Ее действия на мозг сродни наркотической зависимости. Она поражает мозг. Я изучаю это научное явление и преподаю на семинарах. Сегодня мы с вами узнали о первой стадии, о стадии накопления. А всего их пять. И хотя мы говорим о пяти стадиях, существует множество промежуточных этапов. Любая зависимость, когда я использую свой мозг ненадлежащим образом, негативно влияет на наш мозг. Как следствие подобного влияния различные болезни. Вот почему у нас такое больное общество. По статистике, от 75 до 98% всех умственных, эмоциональных и физических расстройств, а это очень много. Это следствие мыслительных процессов, которые получают физическое выражение. Перед вами дерево из проволоки, которое я, кстати, купила на Хэллоуин в Далласе. Я искала символ токсичных мыслей. Это означает токсичные мысли. Те плохие мысли, которые вы выбираете. Зелень символизирует здоровые мысли. Наши мысли, которые по своей структуре напоминают дерево, о чем мы говорили в прошлый раз, похожи на деревья. Я использую эту аналогию, так как ее проще понять. Мы созданы для любви. Наш мозг настроен на положительное. Вся его структура, химические соединения, все. Больше ни у кого нет такого мозга и способности к позитивному мышлению. Второзаконие 30.19. Вы хорошо его знаете. Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь. Мы хорошо его знаем, но не задумываясь об этом. О чем идет речь? Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь. Бог не желает человеку смерти. Смерть стала следствием греха падения. Он предлагает нам жизнь. Выбор остается за нами. Бог послал своего Сына, свое Слово, Святого Духа, чтобы помочь нам сделать правильный выбор. Но самое главное, что у нас есть выбор. У нас есть выбор. И когда мы делаем выбор, мозг получает сигнал, вырабатывает протеины, активирует гены, которые вырабатывают протеины, и группы протеинов, которые образуют деревья. Когда я делаю плохой выбор, мозг не содержит строительных материалов для подобной застройки. Поэтому он берет хорошее, использует не по назначению. Когда человек несчастлив, мозг берет за основу счастливые воспоминания, запускает химическую реакцию, вырабатывает протеины счастья. Но поскольку вы несчастны, и это еще больше усугубляется, все идет не так. Как следствие, возникает нейрохимический электромагнитный хаос. Неразбериха, беспокойство. Ваше тело посылает сигнал, иммунная система нарушается, происходит выработка протеинов вокруг этих участков, нарушается метаболизм глюкозы. В результате мысль все же принимает форму, но в искаженном виде. А какие мысли приходят человеку в таком виде? Угорчение, разочарование, тревога, раздражение, отвержение, уныние, ревность. То есть если человек испытывает постоянное чувство горечи, это значит, что его мозг перенасыщен этим веществом? Да, безусловно. Каждый раз, когда я не делаю того, что от меня требуется, как написано в Филиппийцам 4.8, что только истина, что справедливо, что достославно, о том помышляйте. Думайте о плодах духа, о том, что Бог есть любовь. Если я это знаю, но не делаю, это безумие. Бог говорит, не бойтесь, не заботьтесь, не тревожьтесь и так далее. Все те негативные эмоции, которые вы испытываете, влияют на ваше тело. У вас есть тело. Мысли влияют на тело. Это очень похоже, как мне это представляется. Бог наделил тело функцией информатора разума. Это своего рода сигнал тревоги. Бог говорит, слушай свое тело, слушай свой мозг. В процессе принятия решения у нас есть, я называю это, зона дискомфорта. Когда я принимаю решение, раздражаться или нет, казалось бы, что тут плохого, ваш мозг получает сигнал. Задействуется передняя лобная часть мозга, что дает невозможность взглянуть на себя со стороны, буквально понаблюдать, проследить за своими мыслями. Мы можем следить за своими мыслями и контролировать их. Когда я получаю сигнал, что-то не то, что-то не так. Именно так это и происходит? Да. Ты вдруг понимаешь, что... Ты понимаешь, ты понимаешь. Когда мы научимся настраиваться на этот сигнал, мы можем сказать, «Господи, что-то не так. Покажи, что». Вот что значит непрестанно молитесь. Это не значит сутками протирать колени в уединенном месте. Но когда я в быту спрашиваю у Бога, что мне делать дальше? Вот как мне это представляется. Да, это и тишина, и размышления. Но важно уметь применять это в повседневной жизни, в любой момент. А иначе мы наделаем ошибок. И это найдет свое отражение здесь. Это произойдет со временем, когда все вот это, вся ваша горечь, выльется в серьезные проблемы со здоровьем и нарушением мозга, которые не подаются объяснению лечения. Медицина здесь бессильна. А все потому, что нет единой модели, шаблона. Каждый мозг по-своему уникален. Два человека воспринимают одну и ту же информацию по-разному, и каждый выращивает свое дерево. Лес один, а деревья разные. Так и здесь. Каждый человек по-своему уникален. И у каждого из нас свой способ восприятия информации, который входит в наш мозг в виде мыслей. Мы по-разному их выражаем. Мы совершенно разные. Бог создал нас разными. Но когда истина принимает искаженную форму, результат не заставит себя ждать. Такова реальность. Когда мы грешим, мы подвергаем себя риску различных заболеваний, осложнений, психических заболеваний. В настоящее время ученые признали, что психическое расстройство это физическое заболевание. Это так. Это физическое заболевание. При помощи томографии мозга можно увидеть разницу между больным и здоровым мозгом. но при правильном подходе это можно исправить и даже вылечить. Как? При помощи мозга. Вы принимаете решение не вмешиваться и для начала признать это. Это делается с молитвой под водительством Святого Духа. Когда мы сами беремся за дело, мы уподобляемся атеистам, поступая по принципу «помоги себе сам». Мы ничего не добьемся. Мы потерпим неудачу. Что и происходит в мире. Об этом написано много книг и разных курсов. Люди теряют надежду. Это происходит повсеместно. Итак, вот что мы сделаем. Мы примем разумное решение сказать. Хорошо, Господи. Я достаточно умный и проницательный, чтобы понять, что со мной что-то не так. Вы это можете. Вы знаете, как это делается. Для этого не нужно быть семи пядей во лбу. Бог уже вложил в нас это знание, что я что-то делаю не так. Остается лишь попросить Святого Духа показать, что именно. А он обязательно покажет. Вам в голову придет мысль. Она зародится в подсознании и придет в ваше сознание, купируя от пораженной отростки. То, о чем мы говорим, это прорыв в психиатрии. Они еще не знают, что с этим делать. Придя в ваше сознание, она становится эластичной, податливой. У нас есть 10 минут, чтобы решить, как на это реагировать. Возможно, вы едете в машине или у вас деловая встреча. Как вдруг вам в голову пришла мысль. Просто скажите, «Господи, пожалуйста, напомни, когда у меня будет возможность ее записать и обдумать». Главное, что вы ее уловили и научились различать, что происходит у вас в голове и слышать Духа Святого. Пока вы слушаете других людей, будь то консультант или наставник, кто-то может сказать, «Послушай, Денис тебе поможет, Рик тебе поможет». Не перекладывайте с больной головы на здоровье. Это ваша задача. И надо признать, что это не что иное, как грех. Остается положиться на жертву Христа и принять благодать, зная, что он умер за это. Но благодать не... Вам придется потрудиться, совершая свое спасение со страхом и трепетом. От вас требуется признать, раскаяться, исповедовать свои грехи. Написано, «Если исповедуем свои грехи, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды». Вам придется через это пройти. Это работа мозга. Признать, покаяться, попросить у Бога прощения, сказать, что я этого так не оставлю. Это первый шаг. Это делается быстро. Всего несколько секунд. Если этого не сделать, это вернется подсознание в еще более токсичном состоянии. В самом деле? В еще более токсичном состоянии. Очевидно, что это можно исправить, если поставить вопрос ребром и обратить на это внимание. Итак, первый день происходит процесс признания, покаяния, осознания. Так же и во второй день. На третий день я понимаю, что у меня тут целое дерево с множеством веток. Это так называемые связанные мысли. Это сердцевина, а от нее идут отростки мысли. Каждая мысль — это целая вселенная. Сегодня мы и говорили об этом на примере вселенной. У меня нет слов. Это неописуемо. Каждая мысль — это целая вселенная. Ученые пытаются списать Бога со счетов, создать искусственный разум, что еще больше доказывает существование Бога. Каждая мысль — это целая вселенная. У нас в голове миллиарды мыслей, огромное множество мыслей. Находясь в утробе матери, мы уже строим мысли. Каждая мысль — это вселенная. Богу под силу навести в ней порядок, пока эта токсичная субстанция не стала вселенной. Да поможет нам Бог. Я много лет занимаюсь терапией, психологией, психиатрией, помогая людям с болезнями мозга. Научной среде бытует мнение, что вы можете лишь компенсировать, уравновесить, что это нельзя полностью убрать, а лишь компенсировать. Но Бог говорит, что вы можете полностью его обновить, изменить, устранить причину. Это потребует от вас определенных усилий. Я разработала трехнедельный план детоксикации мозга, в основу которого легли научные и библейские принципы. Он дает научное обоснование, потому что я занимаюсь изучением науки о мысли, периода роста мысли, что происходит в этот период, и можно ли удалить мысли из организма. Это лишь краткое изложение того, чем я занимаюсь вот уже много лет. Ученые вывели теорию 21 дня, мы с ней знакомы. Теперь мы можем проследить происходящее изменение. В течение первых 10 минут ствол становится мягким. Если в это время взять его в оборот, он остается мягким. На седьмой день соединение между отростками теряет жесткость и становится эластичными. Начинаются обратные процессы. К 14 дню, если мы ведем обратный отсчет, 21, 14, вы замечаете первые серьезные перемены. К концу второй недели перемены становятся еще более очевидными. и только на 21 день можно с уверенностью сказать, что причина полностью устранена. Требуется 21 день, и я, наверное, запутала зрителей обратным отсчетом. Позвольте мне объяснить. Период с 1 по 7 день происходит размягчение отростков. Соединения между отростками теряют жесткость и становятся эластичными. еще через 7 дней они становятся выпуклыми. Еще через неделю происходит разрыв соединения. Итак, соединение между отростками происходит в 3 этапа. Процесс преобразования весьма трудоемкий. Вы меня понимаете? На 3 день соединение еще очень прочное. На 7 день оно хоть и слабее, но все равно еще прочное. Так же и на 14-й. Ты говорила, что это изображение горечи и огорчения. Выходит, что если захотеть, то к концу 21 дня я могу избавиться от этих мыслей? Безусловно. С каждым днем они становятся все слабее, все меньше, теряют листья отростки, становятся хрупкими. На 7 день они вянут. На 14-й день они продолжают увядать. На 21-й день они сморщиваются, засыхают и опадают. Все дело в тех электромагнитных химических процессах, когда посредством этих процессов и сил электромагнитного сигнала происходит преобразование и измельчение этих элементов. Это физическое описание тех процессов, которые происходят между душой и разумом. Это марка 11-23. Кто скажет «Горейся и поднимись и ввергнись в море, будет ему, что не скажет». Она буквально утонет в море химикатов и электромагнитных волн. Она исчезла, растворилась. Давид в псалмах пишет, что его душа жаждет Бога. Чтобы выполнить то, о чем ты говоришь, требуется абсолютное посвящение. Это требует усилий, безусловно. Именно на это и направлена подрывная деятельность социальных сетей, когда мы используем их не по назначению. Мы ищем быстрых, скороспелых решений, а у Бога нет быстрых решений, кроме одного. Избери его. Но и в этом случае необходимо... Большинство людей слышали об Иисусе, большинство ученых слышали о нем. Необходимо, чтобы их разум соединился с Духом, чтобы принять и понять то, что знает их Дух. Это требует усилий, зависит от вашего решения. Решение — это сигнал, за которым следует конкретное действие. Вы меня понимаете? Существует два типа сигналов. Самый сильный, когда я принимаю решение, что хочу от этого освободиться, хочу принять Христа. Я не совсем понимаю, что такое вера, но это мой выбор. Я не знаю, как избавиться от горечи, но это мой выбор. Я выбираю доверять Богу. Другое дело, что вы не справитесь с этим в одиночку. В Марка 11, 22 написано, имейте веру Божию, и только потом, кто скажет, горе сей. Иисус Навин пошел на войну, неся ковчег со скрижалями завета. Это говорит о том, что без Бога у нас ничего не выйдет. Положитесь на Бога, заучивайте библейские стихи, оставайтесь на лозе, а иначе не выжить. Мы все это знаем. Иисус использовал эту аналогию. Но помимо этого, Он дал нам физическое тело, чтобы это продемонстрировать. Современная наука достигла такого уровня, что можно уже не использовать сходство с лозой. Вы можете. В этом нет ничего плохого, но можно сделать то же самое на примере человеческого мозга. Когда я соединяюсь с лозой, когда в мой мозг входят библейские стихи, написано «Насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Сравните мозг, наполненный стихами из Библии, и мозг, наполненный пагубными привычками. Они абсолютно разные. Мозг, наполненный пагубными привычками, умирает, а другой, наполненный мыслями о Боге, как у Мерлин Хики, нашей общей знакомой, она постоянно запоминает новые стихи из Библии. Представляете, на что похож ее мозг? Кстати, один мой знакомый ученый решил исследовать ее мозг. Уверен, ее мозг о многом может рассказать. В свое время мы обязательно это сделаем, чтобы показать. Кстати, ученые уже выяснили, что у тех, кто поклоняется Богу, размышляет о Божьем Слове в мозге, происходит позитивное изменение. Доктор Беннетт, мой учитель и наставник, его мозг, ему почти 90. Да. Он выдающаяся личность. У него острый ум, он полон жизни. Это поразительно. В нем течет Божья жизнь. Вспомните, с чего мы начали. Мы говорили о том, что мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет по мышлению нашего Христа Иисуса. Когда я говорю, что мир Божий стоит на страже моего мозга, в моей голове, в голове доктора Беннета, в голове Мерлин, в вашей голове, начинают происходить интересные процессы. Знаете, где находится входная дверь в ваш мозг? Вот здесь, между бровей. Здесь часто рисуют всевидящее око. Это место называется базальный отдел мозга. Именно здесь берет свое начало любая жизнедеятельность мозга. В процессе развития мышления, накопления знаний во время поклонения эта часть мозга утолщается, развивается. Чем больше развита эта часть мозга, тем больше здравого смысла и внутреннего мира вы будете иметь. И это будет видно при сканировании мозга? Да, конечно. Ученые исследовали мозг молодых приверженцев буддизма, не зная, зачем им это нужно. Эти люди традиционно считались мыслителями. Они постигли искусство медитации, но не в том виде, как мы ее понимаем. Во время медитации в мозге открывается входной канал, куда может попасть практически любая информация, что не очень хорошо. При этом это миролюбивые, любящие, сдержанные люди. По сути, они практикуют библейские принципы, что я хочу сказать. Многие из них занимаются этим по 30 лет. Именно столько времени им нужно, чтобы достичь совершенства. В то же время возьмите любого настоящего христианина, который поклоняется Богу, размышляет над Божьим Словом. Так вот он может добиться аналогичных результатов за считанные недели. Когда мы поклоняемся Богу, наш мозг изменяется. Остается только сохранить эти изменения. Перемены происходят быстро, но их надо сохранить. А это труд. Продолжайте поклоняться, молиться, размышлять. Не отчаивайтесь. Иисус сказал, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Большинство людей сдаются на третий, четвертый день. Они на подъеме, они чувствуют прилив жизненных сил. Организм вырабатывает дофамин, который является одним из химических факторов внутреннего подкрепления. Им хочется продолжать. На четвертый день происходит спад. Отчасти это объясняется физиологическими особенностями. Но главным образом потому, что Бог говорит, «Послушайте, я задал планку, перестаньте гоняться за ощущениями. Пришло время поверить. Хватит мечтать о крыльях. Пришло время повзрослеть и начать верить. День с третьего по седьмой самый сложный. На седьмой день уже полегче, хотя все еще сложно. А потом восьмой, девятый. Я занимаюсь этим много лет. Через мои руки прошло множество людей. Мы постоянно говорим людям, «Потерпите, всего четыре дня, а потом начнутся изменения». Поэтому, простите, это моя страсть. Я вижу, как изменилась моя жизнь. Я постоянно практикую метод детоксикации за 21 день. Мы помогаем друг другу. Наши дети держат нас в тонусе. Они постоянно... Мы всегда над чем-то работаем. Стоит только начать. Как только я замечаю, что мне в голову приходят неправильные мысли, я обращаюсь за помощью к Денису. Я считаю, что мы должны помогать друг другу. Будь то друзья, муж и жена, родители и дети. Это самое главное, когда есть поддержка. Ну как, все идет по плану. Ты уже чувствуешь себя другим человеком. Что я больше всего люблю в науке, это то, что когда Бог говорит, «Я поместил вас в тело, которое живет по своим законам, которое создано, чтобы помочь вам найти меня». Соблюдая мои правила, вы становитесь ближе ко мне. Наука диктует свои правила. Обновление разума происходит по определенным правилам. Моя задача взять эти правила, это моя страсть, мой дар, я много лет этому училась, сделать их доступными и сказать, вот вам Божьи правила исполняйте их, и вы обязательно дойдете до конца. Самое страшное, это сдаться в самом начале. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Наше время истекло, но почему? Спасибо, что пришла. С удовольствием. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо, Кэролин. Я рада побывать в вашей церкви и повидаться с вами. Спасибо. Мы тоже очень рады. Это было замечательно. Спасибо, что пришла. И вам спасибо. Спасибо. Спасибо, Кэролин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok